МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа «Цифры». На протяжении длительного времени картина с количеством детских садов в Самаре обеспеченность населения доступностью дошкольных учреждений вызывала озабоченность родителей. Во многом это было вызвано резким спадом рождаемости и сложной социально-экономической ситуацией в 90-х, когда новых детских садов почти не открывали, а некоторые даже закрывались ввиду отсутствия воспитанников. Здания вчерашних детских садов часто меняли профиль деятельности и становились пристанищем для мировых судов или служб социообеспечения. Думаю, многие бывали в организациях, где лестничные перилы имеют два уровня – для детей и для взрослых. Знаете, ранее это здание было построено специально для дошкольного учреждения. Демографический спад продолжался до 2005 года, а начиная с 2006-го увеличилась рождаемость, и в Самаре образовались, и начали расти очередь детские сады. Согласно данным Департамента образования, предоставленным для программы цифр, с 2007 года практически ежегодно в городском округе Самары открываются новые детские сады. В 2014 году – четыре, в 2015 – шесть садов, и в 2016 – одно учреждение дошкольного образования открылось в Самаре. В настоящее время планируется строительство двух садов на крае Крутые Ключи и Волгарь. Первые же детские сады в Самаре появились в 70-х годах XIX века при частных учебных заведениях. Петр Алабин донсировал появление первого самарского частного детского сада на 12 детей в ноябре 1975 года. Самым старым детским садом в Самаре, который работает на настоящий день, является детский сад номер 59, расположен на улице Артиллерийской, недалеко от метро Московская. Он основан в 1917 году. По информации Департамента образования, в Самаре насчитывается 211 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из которых 178 дошкольных образовательных учреждений, 2 начальных школ и детских садов и 31 дошкольное отделение в образовательных учреждениях. Частных садов всего 54, и их количество продолжает расти. Для 2017 года норматив на оказание услуги по осуществлению присмотра и ухода, за исключением затрат на питание на одного воспитанника составляет в среднем 9158 рублей. Эти расходы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самары. Все еще случается, что родителям приходится до полугода ждать, когда подойдет их очередь в детский сад. Ребенка необходимо ставить в очередь на предоставление места дошкольных учреждений в ближайшее после рождения время. В этом случае к 3 годам практически все дети попадают в детский сад. Что же делать тем, кто не попал? Те, кому позволяют средства, отдают детей в частные детские сады. Стоимость услуг в таких организациях варьируется от 8 тысяч рублей за месяц. Многие родители, когда нет возможности отдать ребенка в детский сад, посещают с детьми детские клубы и центры развития. Дети могут их посещать с 8 месяцев и до 7 лет. Цены на детские клубы в среднем 2-4 тысячи за месяц. В клубах дети не находятся более двух часов, и за ними нет такого пристального надзора воспитателя, как в садике. Там они играют и учатся общаться со сверстниками. Для более старших деток проходит подготовка к школе. Будем надеяться, что в будущем, независимо от демографической ситуации, дефицитов дошкольных учреждений в Самаре уже не будет. С вами была Екатерина Головкина и программа «Цифр». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова